Книга открытым оком. Тема рождения. Том 12. Вопрос 2737. Почему вы отрицательно относитесь к слову воцерковление, а им пользуются многие священники? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Потому что это не только неевангельское слово, а кричащее антиевангельское. Смысл в том, что по откровению Духа Святого человек мертв, и его нельзя отремонтировать, подправить, подлечить, через научение сделать лучше и потом депригодным для Царства Небесного. Послание к римлянам 3.23.24. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Евангелие от Луки 15.24. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Послание к Ефесянам 2.5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Во церковление же понимает, что у этих покойников можно подучить, натаскать, подмарафетить, показать, что и как делать в храме, как приучить как можно чаще на исповедь ходить и как можно чаще причащаться. Но внутри же этот мертвец тот же самый грешник. Он сотлел, и ему надобно получить новую природу во Христе, переродиться. И когда говоришь такое, священники страшно девятся, ворчат, а потом начинают лютовать. Не знаю, как бы отреагировал Гумеров Афанасий на это. У меня нет с ним связи. Но он много мест Писания приводит, но толкет о выцерковлении, как будто и стихи Писания от него рикошетом отлетают. Что это? Евангелие от Иоанна 3.7 Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Во церковление это муляж, театр восковых фигур, мимикрия под истину. Стихотворение Не вечно Бога нам пренебрегать, запахиваясь в то, что грех бесстыдный. Считается за шик и матерь обругать. Не видя в том пятна или обиды, нас Библия, светильник, голос Божий, открытым текстом вновь предупреждает, что истина, что свято, что негоже, за что Бог вырвет вместе с корешками. По совести нетрудно поступать, подмешивая строгость, соль владыки. Страх Божий не таким закроет пасть, и только стон из-под завалов дикий. Бог долго терпит, не желая смерти. Ждет покаяния от тленного творения. Читая Библию, нетрудно в то поверить. Почует запах серного горения. Не вечно будет ждать пренебреженный нами. Не век ему стучать у запертой двери. Землетрясения во след спешат. Цунами. Тревожным заревом с утра вокруг горит. И кажется, нет меры и конца. Долготерпению владыки и еговы. Он шлет болезни грозного гонца. Номенклатура жрет, засасывая в прорву. И это кончится. Не вечно быть тому. Перелеснется слезная страница. Сгорит Коран, и Веды, и Талмуд. Спешите к Библии и строк ее напиться. Жизнь пролетает пущенной стрелой. Разрывы, всполохи уже искрят вплотную. Не вечно будет царствовать здесь злой. Им изблевать придется, что сглотнули. Не вечно, кончится долготерпение Божье. Не искушайте страшного во мраке. Рука не донесет до рта, пронзится дрожью. Нас загоняют в покаяние рамки. 25 марта 2005 года. Игнатий Лапкин.